Вот ваша повестка. Поздравляю, добро пожаловать на передовую. Я студент, студенты у нас не служат, так что плюс у меня мама инвалид в вторую группу. Вот вам, пожалуйста, свидетельство о рождении, вот вам документы об инвалидности. Так что у меня отсрочка, вы не можете меня мобилизовать. У нас сейчас война, у нас все служат, и студенты тоже. И вообще уход у вас на маму не оформлен, и мне все равно, что там в этих законах написано. Я сказала, будете служить, значит будете. А нет, посадим. Представим ситуацию. Вам вручают повестку в военкомат, но у вас есть право на отсрочку, и вы в этом уверены. У вас родители инвалиды первой или второй группы, или родители жены инвалиды, или ребенок инвалид, или жена, или же вы студент, или у вас есть трое детей, или другие основания для отсрочки. Вы приходите, говорите об этом в военкомате, а вас не слышат. И вообще отвечают, что им плевать, и служить будут все. Как себя вести? Что делать в таком случае? Вы думаете, такая ситуация невозможна? К сожалению, возможно. И очень часто в последнее время. Вот как раз об этом и поговорим в данном видео. Данная статья будет на тему, что делать, если у вас есть отсрочка от призыва в военное время, но в военкомате ее не признают, и все равно хотят забрать вас на войну. А в конце данного видео, для тех, кто его досмотрит до конца, вас ждет сюрприз. Так что приятного просмотра. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Чаще всего проблема с отсрочкой от мобилизации возникает у тех, у кого родители или родители жены инвалиды первой или второй группы, или жена инвалид, особенно если она инвалид третьей группы, или ребенок инвалид. Но в последнее время слышала о случаях, что отсрочку от призыва даже не признавали студентам. И однажды даже отец троих детей позвонил, сказал, что у него дома люди из военкомата и хотят его забрать. Хотя, казалось бы, что может быть очевиднее. Вот до такого беспредела, к сожалению, уже дошли в наших территориальных центрах комплектования. При наличии у вас отсрочки от мобилизации по причине того, что у вас родители или родители жены инвалиды первой и второй группы, часто бывает так, что вы показываете документы об этом, у вас спрашивают, оформлен ли у вас уход за ними. Вы отвечаете, что нет, и этого не нужно по закону, и вам говорят, что без ухода отсрочка не действует. При наличии уц жены инвалида третьей группы часто говорят, что отсрочка от мобилизации есть, только если жена инвалид первой или второй группы. Если у вас ребенок инвалид, часто отвечает, что уход, ведь оформлен на мать, значит, вы ни при чем, и отсрочки у вас нет. Если вы студент дневной формы обучения, приносите документы об этом, часто говорят, что это мы уже не принимаем, и у нас служат все. И таких ситуаций много. Что же делать? Как с этим бороться? Прежде всего нужно понимать, что все данные действия военкомата незаконны. И их придуманные требования об уходе за родителями, ребенком, женой и всякие другие названные вам причины – это просто отговорки. И они юридической силы для вас не имеют и последствий не создают. При этом нужно добровольно-принудительно заставить военкомат увидеть ваше право на отсрочку вопреки их желанию или нежеланию. И как это сделать, я как раз и расскажу вам детально в данном видео. Дорогие слушатели, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. У вас уже были ситуации в военкомате, что у вас есть право на отсрочку, но его не признавали по каким-то причинам. Расскажите поподробнее, как все было, что вам говорили и чем все закончилось. Будет интересно многим. Чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы сохранить отсрочку от мобилизации? Начнем с того, что не делать. Ни в коем случае не подписывайте в военкомате добровольное согласие на мобилизацию. И вообще читайте все, что вам там дают, прежде чем это подписывать. И не подписывайте ничего, что вас вызывает хоть малейшее непонимание или подозрение, что вы подписываете. Вам могут сказать, что это не какое-то недобровольное согласие, что это просто формальность, что вы его сейчас подпишите и можете быть свободны. Но что, кто там, кому, как сказал, вы уже никогда и нигде не докажете. И если в материалах военкомата будет ваше добровольное согласие на мобилизацию, то все, любые ваши права на отсрочку, хоть они есть, хоть их нет, хоть законны, хоть незаконны, теряются. С юридической точки зрения все будет выглядеть так, как будто бы вы сами захотели воевать, пришли в военкомат и попросили их себя мобилизовать. Возьмите меня, пожалуйста, на войну. Дорогие слушатели, а вам уже предлагали в военкомате подписывать какие-то добровольные согласия на мобилизацию. Чем все закончилось? Отсрочка от мобилизации Украины. Как заставить военкомат ее увидеть? Первое. Если получили повестку и явились в военкомат, и если у вас есть право на отсрочку, то сразу приходите туда с документами, которыми подтверждается это ваше право на отсрочку. Именно сразу. Не потом принесу, а сразу. Не ждите, что военкомат будет за вас что-то проверять, куда-то делать запросы, потому что вам сложно, или вы удостоверение об инвалидности родителей потеряли, и его долго восстанавливать, или что-то еще там. Задача собрать документы – это ваша задача. Если, конечно, вы хотите отсрочку. Не справитесь, отсрочки не будет, и военкомат прекрасно этим воспользуется. Часто мне также задают вопрос, а что брать – копии или оригиналы? Начните с копий. Собой лучше, конечно, взять оригиналы, если вот они у вас сейчас есть в зоне доступа, но в военкомат предоставляйте только копии. Оригиналы остаются у вас. Если в военкомате возникает вопрос, почему нет оригиналов, или они хотят что-то сверить с оригиналом, то тогда их им покажете, но оставите копии. Попросят нотариально заверенные копии – дадите нотариально заверенные копии. Если не возникнет этого вопроса, значит, будет достаточной копии. А теперь представим ситуацию, что вы пришли и принесли все документы, а ваше право на отсрочку не признают. Не видят ваши документы в упор, и все. Говорят, что отсрочка при наличии родителей или родителей жены инвалидов первой или второй группы дается, только если оформлен уход. Или что для жены инвалида третьей группы отсрочки нет, или еще какие-нибудь причины придумывают. Тут важно ответить, что в статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации не написано, что для отсрочки по причине инвалидности родителей или родителей жены требуется уход. И что относительно жены группы инвалидности не уточнены, соответственно, возможно, любая группа инвалидности жены. и уход на родителей тоже оформлять не нужно, на жену не нужно. Вам, скорее всего, ответят, что вы там много всякого начитались, и им вообще все равно, что там кто пишет. Хотя, конечно, это уже верх беспредела, когда органы власти отвечают, что им все равно на законы. Но, увы, в наше время это так почему-то. Следующим шагом вам нужно потребовать, чтобы все ваши копии документов для подтверждения отсрочки у вас приняли под штампик и под роспись через канцелярию. Независимо от того, согласны они с этим или не согласны. Это ваше право сдать документы через канцелярию. Напишите сопроводительное письмо в двух экземплярах, что предоставляют вам документы для получения отсрочки от мобилизации. Перечислите их список и потребуйте у них, чтобы на вашем экземпляре поставили штампик, роспись и дату принятия. Можете даже попросить их там письменно подтвердить и дать письменный ответ, есть у вас право на отсрочку или нет. На этом этапе вам могут сказать, что канцелярия не работает, штамп неизвестно где вдруг затерялся и вообще она для военных, и не морочьте голову. Конечно, это незаконно, все эти ответы. Можно идти жаловаться начальнику, которому все равно на все вызывать полицию, которая будет просто стоять, ничего не делать и максимум вы вызов зафиксируете. Тратить свои нервы, чтобы все-таки сдать документы. Может, все-таки у вас это и получится, не исключено. Но я предлагаю поступить проще и хитрее. Данное сопроводительное письмо со всеми копиями документа об отсрочке отправить по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес военкомата и сохранить у себя доказательства отправки. Можно это даже сделать вообще заранее, перед тем, как вы даже первый раз пришли с повесткой. При повторном визите в военкомат еще раз им все в копиях положить на стол и сказать, что на всякий случай довожу до вашего ведома, что если вдруг вы захотите это все не увидеть и или потерять, я уже все отправил по почте с описью вложения. И все. Таким образом, вы уведомили военкомат об отсрочке и заставили ее увидеть. И поверьте, это очень важный этап, и им совсем не стоит пренебрегать. Для дальнейших возможных претензий к вам по поводу уклонения от мобилизации, чтобы за это вам ничего не было и право на отсрочку было признано, станет вопрос, а как вы довели это доведомо военкомата. Также это крайне важно и для психологического воздействия на сотрудников военкомата. После всех этих действий они поймут, что имеют дело с юридически грамотным человеком, который знает свои права и готов за них бороться. И тут важно понимать, что их цель – не бороться и судиться с вами годами. Их цель – быстрее набрать бойцов и отправить на фронт. А великой судебной волокитой с вами, долго и нудно, они вряд ли имеют большое желание заниматься. Поэтому вполне вероятно, что уже на этом этапе вам пожелают всего хорошего и отпустят. И дело дальше не пойдет. И будут искать другую жертву. Дорогие слушатели, вы уже отправляли в военкомат все документы об отсрочке по почте. Успели это сделать? Если нет, советую отправить. Мобилизация, отсрочка, но все равно вручили мобилизационное распоряжение. Что делать? Хорошо. Представим, что все пошло совсем не так, вас не отпустили. И все равно, хоть вы там все отправили по почте, заставили военкомат увидеть ваше право на отсрочку, вам все равно хотят вручить мобилизационное распоряжение. Бывает так, что вы столкнулись с особенно твердолобными товарищами, которые вообще ничего вокруг себя не видят и не слышат. Как говорится, мы легких путей не ищем и разберемся в особо тяжелых ситуациях. Вначале нужно разобраться с тем, как все происходит. Вначале вас вызывает военкомат для уточнения данных. Вы им предъявляете документы о своем праве на отсрочку, они их не видят, вы отправляете по почте, они все равно не видят и направляют вас на медкомиссию. Есть ли у них право отправлять вас на медкомиссию при наличии у вас права на отсрочку? Вопрос спорный, и нигде это четко не прописано. И благодаря этому все же могут отправить. При этом медкомиссия – это не отправка на войну. И без прохождения медкомиссии вас мобилизовать не имеют права. Поэтому можно ее пройти, если вы хотите все по закону быть вообще чистым, и прийти в военкомат снова. До этого момента обязательно проделав все, как я объясняла ранее, и отправив все документы по почте об отсрочке им заранее. И вот вы пришли снова, медкомиссия пройдена, и вам вручают мобилизационное распоряжение. И приглашают в течение 24 часов в военкомат с вещами и на войну. Тут главное не паниковать. И понимать, что данное мобилизационное распоряжение незаконно. И можно повести себя двумя способами. Можно отказаться от подписи и потребовать, чтобы в военкомате составляли акт отказа от подписи. Причиной отказа в нем укажите, что у вас есть право на отсрочку, и вы об этом уведомили в военкомат. А можно подписаться со словами «несогласен», так как у меня есть право на отсрочку, и я об этом уведомил. И далее уходите. Естественно, никуда по данному мобилизационному распоряжению не являйтесь. И выбирайте снова один из двух последующих вариантов действий, которые вам ближе. Или ничего не ждете и идете в суд и обжалуете в судебном порядке данное мобилизационное распоряжение, где предоставляете все ваши документы о праве на отсрочку и доказательства, что вы их предоставили в военкомат. Или же в суд не идете, ждете, заведут или не заведут на вас уголовное дело за уклонение от мобилизации. И если заведут, поверьте, вы об этом узнаете первым. Вам начнет звонить следователь и приглашать на допрос. И в таком случае нужно идти на допрос и желательно с адвокатом и обязательно с документами, подтверждающими ваше право на отсрочку и доказательствами, что вы их довели до ведомого военкомата. Рассмотрение уголовного дела или судебный процесс это вопрос долгий. И у вас будет время доказать свою точку зрения и, что самое главное, вы ее будете доказывать не из окопа. И тут важно понимать, что вы правы и закон на вашей стороне. И у вас есть шансы доказать свое право на отсрочку и невиновность. Но этим всем нужно заниматься и предоставлять все необходимые документы. Будете заниматься – достигните успеха. Пустите все на самотек, вас сделают виноватым. Так как вашу точку зрения можете отстаивать только вы. Военкомат это делать за вас не будет, у него свой вопрос и ваши документы он, конечно, не предоставит за вас. Дорогие слушатели, а вы уже имели опыт обжалования в суде каких-то незаконных решений военкомата? Чем все закончилось? Вдруг сразу отправят на войну без суда и следствия. Скажу сразу, это невозможно и никому не нужно. Если вы не хотите никуда идти самостоятельно, то вас не будут тянуть на поле боя. И толку с такого бойца, которого тянут и который даже ногами не шевелит. Важно понимать цели военкомата. Это не цели какой-то там вооруженной банды вас побить и ограбить. Это цель получить бойца на поле боя. И с таким нежелающим никуда идти мало что можно достигнуть в рамках ведения боевых действий. Поэтому, чем бы вам там не угрожали, что бы ни происходило, максимум, что вам могут сделать, это завести на вас уголовное дело об уклонении от мобилизации, в рамках которого, если у вас действительно есть право на отсрочку, вы легко докажете свою невиновность. И советую вам досмотреть видео до конца. После небольших подведений итогов и рекламы вас ждет небольшой сюрприз. В этом видео я рассказала о том, что делать, если у вас есть отсрочка от призыва в военное время, но в военкомате ее не признают и все равно хотят забрать вас на войну. Также на данном канале есть видео о том, какая есть уголовная ответственность за уклонение от мобилизации, про основные уловки военкомата и про ответственность при выезде за границу в сопровождении инвалида, если инвалид потом возвращается без вас, а также много всего интересного. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям, по возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите, все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко. А теперь для всех досмотревших до конца небольшой видео-сюрприз, где я на примере и для поднятия вашего настроения покажу, как себя вести даже с самыми непонимающими сотрудниками военкомата. Я сказал, что будете служить, значит будете. Студенты служат, война идет, на мать уход не оформлен, соответственно, отсрочки нет. Дождите, есть статья 23, и в ней четко указано, что студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, а также никаких требований по поводу оформления ухода на родителей инвалидов там тоже не указано. Мне все равно, что там в законах написано. Идите, пишите дальше, мне на них плевать. Вот ваша повестка, подпишитесь, а я не буду ни в чем подписываться, составляйте акт отказа от подписи. А так как вы мои документы об отсрочке откинули, я все отправила вам по почте с описью вложений, с уведомлением о вручении, квитанции у меня есть. А, у нас тут грамотные все. Ну, хорошо. Давайте. Акт отказа от подписи. Пожалуйста, указывайте причину, по которой вы не получаете эту повестку. Пожалуйста, указываю причину. У меня есть право на отсрочку, потому что я студент дневной формы обучения, а также потому, что у меня мать инвалид второй группы. Все документы об этом заранее направил по почте в военкомат. А теперь, если не явитесь по данному мобилизационному распоряжению, мы обратимся в полицию, заведем на вас уголовное дело и вас посадят. Так что, решайте. Я сейчас пойду в суд и обжалую ваше мобилизационное распоряжение и буду прав, потому что закон на моей стороне и, заметьте, главное, я это сделаю. Из дома, а не из окопа. Да, слишком много вас грамотных развелось. Таким образом, мы план по мобилизации не выполним.